Друзья, всем привет! Сегодня начинаем строить бытовку. Вот такая вот она будет, как вы видите на экране. Сейчас первым делом, что я сделал, у нас есть точки, границы участков. Вот там дальняя точка, ну, столб соседский, заборный. И вот эта вот арматура, забитая, это приезжали геодезисты, вынесли границы участка. То есть уже поставили точку. Вот это вот конец участка с другой стороны. Натянул вот веревку, чтобы понимать, как выставить фундамент. И теперь, значит, вот сейчас обозначил, полтора метра взял от дороги и два метра взял от соседа. В эту сторону. Сейчас забил, фундамент, значит, будет по габаритам 3 на 5,5. Плюс со всех сторон еще будет по полметра свеса. То есть фундамент, габарит, фундамент будут размеры, чем габариты хозблока. Сейчас точки такие, привет, ребята, отобьем все остальное и закрутим фундамент. Фундамент будет винтовой слай, 108 штук. Да, друзья, покажу вам еще вот вид сверху. То есть удобно, когда есть возможность. Вот я сделал фотографию, и вот у меня границы участка обозначены. То есть это уже все, вот этот прямоугольник, даже практически квадрат, он взял уже в размерах. то есть все пропорционально. То есть все пропорционально. И вот видно, можно брать вот нашу бытовку, ее вот подвигать. То есть я когда думал, куда размещать, вот сделал себе план, такой проект, я уже двигал и смотрел, куда можно установить бытовку. То есть она уже чисто в пропорциях, как есть, как и будет. Поэтому вот выбрали, вот это выбрали, вот это место. Есть еще какой фактор, что вот здесь вот на этой стороне стоит столб электричества. Еще мне удобно будет завести электричество сразу же, чтобы недалеко было. Я сюда пока подключусь, и можно будет нормально, удобно пользоваться. Поэтому вот проект, тоже очень интересная штука. Может очень помочь по расположению. И в дальнейшем, когда уже буду делать забор, то есть у меня вот эта сторона, 32 метра, да, фасадная. То есть, соответственно, я уже буду делать, когда проект, уже тоже можно будет разметить столбы, разметить въезд, и все уже относительно всех помещений, всех строений, которые будут на участке. Уже можно это все двигать так, как будет нужно. Будет еще баня, дом, въезд надо будет сделать. Ну, в общем, вы подписывайтесь, будет много чего, много какой полезной информации. Все расскажем. еще в конце видео я вам там расскажу про сегодняшнюю ситуацию, что на рынке с ценами происходит. Досматривайте до конца. Приятного просмотра. 90, 5,40, 5,46,13. 5,40? 6,13, диагональ. Друзья, обращайте внимание, чтобы свая, вот лопасть свая была со сварным швом, потому что, если нет шва, получается, лепесток очень маленького размера, в очень маленькой площади. Когда есть, из двух соединен, тогда лепесток из двух частей сделан. Получается, площадь опоры больше, поэтому шовчик должен быть. Музыка 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 Продолжение следует... 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 эти вот углы или 90 градусов иначе вы когда будете строить у вас будут проблемы по геометрии здания оголовки привариваются обычно просто сварочным аппаратом привариваются и промазываются мастикой в принципе чтобы не гнили вот эти соединения на самом деле мастика скажу вам честно помогает очень-очень слабенько все равно заглянет через месяц через полтора уже ржавчина начнется поэтому мастика так так себе вариант если честно но почему-то все ее делают особо она не помогает по высоте давайте скажу вот эта высота как она выбралась на самом деле принципе 50 сантиметров сейчас просто здесь много снега кажется что он очень как бы не с маленькое расстояние на самом деле здесь от земли до снега от земли до низа будет 50 сантиметров здесь еще будет 150 и бруса дальше по 2 фаги то есть лаги пола еще на 15 сантиметров будет выше пытаясь вам донести кое-что про цены что вообще происходит как это будет у нас сейчас дальше значит смотрите вот я покупал свои поскольку я работаю на струйке на контактов достаточно много то есть у меня там есть бригада знакомые которые вот одна из приезжала и в принципе там с некоторыми компаниями даже сотрудничали то есть смотрите какая ситуация правила я запрос что мне нужно 6 винтовых свай получил предложение предложение были от 25 тысяч рублей до 35 тысяч рублей принципе я предложение отправил где-то примерно за за неделю до строительства ладно спросил там у двух по меньшей цене было два предложения по меньшей цене я спросил когда там смогут начать монтаж ну и в принципе предварительно договорились с одним из подрядчиков значит ситуация дальше развивалась следующим событием уже перед тем как буквально там за один-два дня до монтажа присылают мне сообщение с кем я договорился что все цена уже изменилась и актуально не может быть потому что поднялась цена на винтовые сваи ну и вот получается так что даже крупные компании это была достаточно крупная компания у нас питере которых я думаю что ни одна свая там лежит на стадия свай достаточно там много потому что там но есть одна из самых крупных компаний кто занимается монтажом винтовых свай естественно у них на складах все лежит то есть понимаете значит такая крупная компания и из-за каких-то шести свай все равно не может удержать цену о которой мы договорились грубо говоря там три-четыре дня назад то есть ситуация настолько нестабильная что загадывать что будет дальше достаточно трудно но смотрите значит видео записывается в конце февраля смотрите вы уже в начале марта это этот ролик говорю сразу что вот сейчас то что вы цены смотрите на пиломатериалы на металл на вообще на на кровлю на любую на любую продукцию сейчас самая минимальная цена то есть меньше уже не будет раньше знаете как было еще момент какой что можно было проплатить какой-то материал и на некоторое время оставить на производстве но там примеру проплатить доску и она лежит ну точнее может она даже не лежит она идет в оборот там другим покупателям но цена зафиксирована и вот в принципе достаточно удобно было воспользоваться этим за счета того что можно было бы сэкономить но вот сейчас точно никто на это не пойдет то есть уже приходится покупать именно по факту то есть даже если вы зафиксировали цену вообще на любой материал вам завтра могут позвонить сказать что цена увеличилась на 10-15-20 процентов поэтому будьте к этому готова но на самом деле не надо ничего откладывать если уже надумали строится обязательно строитесь потому что лучше точно не будет это вот сто процентов цены будут расти и расти тем более сами знаете что происходит и вообще ситуация нестабильна вкладывайте деньги потому что деньги обоцениваются гораздо быстрее чем растут просто цены на но на всю продукцию поэтому покупайте по возможности строитесь еще такой совет друзья если вы там что-то глобальное строите да там к примеру дома то есть такой достаточно длительный процесс который идет там год-два к примеру то послушайте совет убавьте размеры дома вот просто убавьте вы сейчас если строите там 150 квадратов стоя стойте вы строите вы 120 там или вообще 100 подумайте но вот реально в большинстве там случаев кто строит огромные дома там 200 250 квадратов не нужна такая квадратура если у вас там нету запасы на сегодняшний день вот вам сейчас посчитали дом 5 миллионов если у вас нет 15 то вообще не строй здесь не надо вот вот прям реально вы испорните себе нервы вас будет долгострой непонятно насколько это все растянется то есть ничего ни к чему хорошему это не приведет поэтому как бы немножко подубавьте аппетита лучше прям вот реально убавить размер если произойдет так что там еще что-то в три раза цены увеличится вас и денег не хватит и вы сами не сможете достроить и людей нанять не сможете в общем все растянется и будут как тысячи домов у нас там по россии стоят люди строят по 10 десятилетиями достроить не могут а так построили бы небольшой дом и жили бы и все бы было бы нормально еще тоже скажу друзья смотрите уже достаточно известна эта тема насчет мошенничество но тоже предостерегу вас потому что может быть кто-то вот только в этом году начинают строить знаете там кто-то может строиться давным-давно уже все в курсе и и знает как покупать пиломатериал и все остальное вот к примеру если вы ищете там и натыкаетесь на незнакомые магазины ну к примеру естественно все чтобы что-то сэкономить там ищут на авито самый распространенный сайт стараются как-то сэкономить деньги это конечно действительно нормально и все нормально но все нормальные продавцы сейчас да если у вас не заказной незаказная позиция товаров что я имею ввиду вот к примеру окна двери если какие-то листы там металлочерепицы в размер вы нарезаете то естественно за эти товары нужно вносить предоплату потому что эти товары делаются именно под вас если вы откажетесь по какой-то причине то достаточно тяжело будет продавцу реализовать эти товары но смотрите какой момент если вы берете то что есть везде да не какой-то индивидуальный эксклюзивный товар то вот по крайней мере у нас питере почти со всеми можно договориться следующим образом что вы закажете там какой-то либо какие-либо материалы вам их привезут и вы при разгрузке сможете их проплатить и тут еще один момент сейчас вот мошенники делают так что они заказывают договариваются с вами что приедет машина вы увидите переведете на карту какие-то средства то есть делами обязательно договаривайтесь что чтобы водитель вам подтвердил что да действительно вы должны перевести там такому-то такому-то человеку прям имя фамилию спрашивайте и тогда он в принципе вам отгрузит товар потому что сейчас нередки случаи может уже натыкались в интернете что приезжает да договорились с человеком по очень хорошей цене почему-то там на 30 на 40 процентов ниже рыночной приезжает машина машина то даже не знает что вы должны на карту переводить какому-то третьему лицу и водитель ждет от вас деньги а вы уже перевели третьему лицу и останетесь без денег без товара ну и как бы всем известна ситуация поэтому будьте осторожны предоплату переводите только большим проверенным фирм фирмам только на позиции там заказные потому что тут действительно не как они все 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 что под заказ делается но по предоплате это нормальная ситуация и в основном договаривайтесь что всегда вам материал привозили именно уже по факту его расплачивались с водителем ну ладно друзья вроде вот все вам все вам рассказал подписывайтесь на канал сейчас будем строить эту бытовку да будут очень интересные тут моменты будем ее обшивать тоже достаточно красиво и сделаем принципе что-то новое современное бытовка будет стиле barn вам должно будет понравиться обошьем ее плиткой компании техно николь тоже все покажу там будет достаточно интересное решение применяться но надеюсь вам понравится поэтому подписывайтесь если есть какие-то вопросы задавайте а смету вот на на свае вот на пиломатериал который здесь использовался на отделку я конечно же через пару сюжетов когда мы полностью уже покроем офис когда мы уже полностью смонтируем доделаем все до конца то я вам составлю смету в принципе как часто я делаю под нашими видео то обязательно прикреплю смету чтобы вы могли посмотреть ну и что какие материалы используются в принципе прицениться так что до новых встреч если есть вопросы задавайте как вам полезно и и и и и и и и